Добрый вечер, друзья! Как меня слышно и видно, поставьте плюсики в чате, дайте обратную связь, и мы с вами начинаем наш сегодняшний семинар. Вебинар, наш сегодняшний урок. Номер 2. Бизнес-школа. Успешный старт. Отлично. Я рад всех приветствовать. Сейчас поправлю камеру. Вот так вот у меня лучше будет видно. Добрый вечер! И сегодня для вас я подготовил совершенно новый семинар по маркетинг-плану компании Арифлейм. Подробно о всем расскажу. Как считается зарплата, за что мы получаем деньги, и за что компания Арифлейм балует нас потрясающими премиями, долларами, заграничными, международными конференциями. Все мы сейчас узнаем в данном семинаре. Итак, вы уже, я смотрю, большинство из вас являетесь участниками, студентами нашей бизнес-школы. Вчера вы были на первом уроке вводный семинар, уже совершаете домашнее задание, делаете и пишете свои отчеты. И сегодня у нас второе занятие по программе маркетинг-план. Итак, весь маркетинг-план компании Арифлейм у нас изложен в потрясающем издании «План успеха для лидеров». Издание для лидеров. Его заказать можно. Сейчас с собой кода его нет, но обязательно в рассылке с домашним заданием его вышлем вам. То есть вы имеете возможность все заказать план успеха компании Арифлейм и подробно ознакомиться со всеми начислениями, то есть со всем маркетинг-планом компании Арифлейм. За что вам будут выплачены деньги. На примерах вы можете посмотреть, выходя на определенный уровень, достигая нового звания, какая зарплата будет у вас на таком звании. Итак, начинаем наше занятие. И сегодня мы будем не единожды часто обращаться к лестнице успеха компании Арифлейм. К той лестнице, шагая по которой, мы растем в своем уровне, звании и получаем еще больше и больше зарплату. Как по данной лестнице шагать, какие действия необходимо совершать, чтобы оказаться в самой верхушке и получать просто огромные суммы, сейчас мы об этом и узнаем. Друзья, вы все меня хорошо слышат, видят. Обычно вечером у нас связь немного притормаживает. Если необходимо будет, то видео выключу. Хорошо. Дайте знать. Итак, сегодня мы с вами поговорим, что мы получим с вами от нашего бизнеса. Присоединяясь к данному проекту вместе с компанией Арифлейм, мы получаем, во-первых, стабильно растущий доход. Как вы можете узнать из плана успеха, из лестницы успеха, которую только что мы видели, ограничений в доходе здесь нет. То есть у вас нет начальника, у вас... Вам никто не устанавливает вашу зарплату. Ваша зарплата будет зависеть напрямую только от вас. Какие действия совершили, какую команду построили, насколько активных партнеров нашли, за это компания Арифлейм будет вам платить деньги. Второй момент. Пассивный доход. Что такое пассивный доход? Как вы эту фразу понимаете? Напишите, пожалуйста, в чате. Пассивный доход. Пока вы пишете, я перескочу к следующему пункту. Финансовая независимость. Ну, под данным словосочетанием я могу понять, например, свобода действий, свобода покупок, свобода передвижений, свобода владения деньгами. То есть вы, независимо от того, в какой точке земли, в каком городе находясь, вы получаете свою зарплату. Через интернет-кабинет переводите данные деньги на любую удобную для вас карточку. То есть вы ни к чему не привязанный, финансово независимый человек. То есть можете подстроиться под любые обстоятельства. Всего лишь зайдя в интернет и переведя вашу зарплату на любой другой счет. Так, про пассивный доход. Люди работают, а тебе денежка идет. Александра Давыдова пишет. Когда бизнес может работать без твоего постоянного участия. Итак, про пассивный доход. Вернемся и поговорим. Пассивный доход нам выплачивается за единожды проделанную работу. Допустим, мы сейчас разберем с вами пример, не касаемый компанией Reflame. Вы покупаете квартиру и сдаете ее в аренду. Например, у нас в Саратове, чтобы однокомнатную квартиру купить и сдать ее в аренду, однокомнатную, где-нибудь ближе к центру, с мебелью, в хорошем состоянии, примерно 2,5-3 миллиона рублей необходимым будет. Сдаем ее в аренду и чистыми за вычетом всех коммунальных услуг, амортизации, налогов, мы примерно будем 10-12 тысяч рублей получать. Это наш пассивный доход. То есть, единожды мы купили квартиру, сдаем ее, то есть, единожды мы купили это, единожды совершенная работа, и в дальнейшем мы будем достигать пассивный доход. Аналогично в компании Reflame, единожды вы помогаете своему партнеру выйти на уровень директора, и с каждого такого директора, с каждого своего активного партнера вы будете в дальнейшем получать от 10-12 тысяч рублей и более. В данный случай можно с каждым директором сопоставить с пассивным доходом и с сдачей квартиры в аренду, и, например, с выходом на пенсию. Наши пенсионеры у нас сейчас получают пенсию в среднем 10 тысяч, кто-то меньше, кто-то больше, в среднем 10. И помогая своему партнеру выйти на уровень директора, мы, можно сказать, зарабатываем себе пенсию. Только эта пенсия уже будет пассивным доходом не в 60-65 лет, а уже буквально через полгода после вашего старта, после старта вашего партнера в нашем проекте. То есть для кого-то в 20, в 25, 30, 40 лет можно сказать, вы выйдете уже на пенсию и будете такую премию получать ежемесячно от компании Reflame. Следующий пункт у нас время свобода. То есть вы уже сами распоряжаетесь своим временем, решаете, когда вам работать, когда вам отдыхать. У вас, повторяюсь, нет начальников и вы сами контролируете, сами строите свой распорядок дня. Захотели, уехали и в то же время всегда остаетесь на связи, продолжаете работать с командой, коммуницировать и рекрутировать, имея при себе ноутбук, планшет, смартфон с выходом в интернет. То есть вы не привязаны уже к какому-то конкретному месту. Ну и, конечно же, путешествия. Двигаясь по лестнице успеха, продвигаясь по нашим ступенькам, вы зарабатываете в зависимости от величины. Я вот смотрю на стену, у нас тоже висит плакат лестницы успеха. В зависимости от величины ступеньки вы зарабатываете новые и новые путешествия. Выходя на уровень директора, например, вы путешествуете в Москву на банкет директоров. Выходя на уровень золотого директора и выше, вы уже путешествуете на золотых конференциях, на международных. Выходя на уровень бриллиантового директора, это дополнительная бриллиантовая конференция. С уровня исполнительных директоров уже исполнительные конференции. То есть, будучи исполнителем-директором, вы путешествуете. Менеджерская конференция, ну, уже банкет директоров не считаем, не международная. Золотая конференция, бриллиантовая и исполнительная. То есть 4 конференции у вас уже в год, 4 путешествия в год компания Reflame вам будет предоставлять совершенно бесплатно. Вот такие вот, такие возможности предоставляет нам компания Reflame. И давайте теперь уже подробнее разберем, как нам это сделать, как нам построить свою структуру и что в первую очередь нам необходимо делать для того, чтобы достичь таких вот результатов. И в данном случае мы рассказываем о 3 П. Потребляем, посещаем, приглашаем. Поподробнее. Первый пункт. Потребляем. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас не чистит зубы, не купается, не моется, не моет голову, не принимает душ. Есть такие у нас? Минусы поставьте. Я даже дать не буду от вас ответа, сразу скажу, что не встречал еще таких людей. Все моются, купаются, чистят зубы. И покупают данные продукты, да, и покупают данную продукцию уже кто где. В основном все люди покупают где-то в магазинах напротив, там, Рубль Бум, Магнит, Рифгош, Литуали и тому подобное. Там их куча таких косметических магазинов. Мы предлагаем нам и всем людям, всем нашим партнерам сменить привычный для всех магазин на интернет-магазин компании «Рифлэйм». Про продукцию, про качество продукции у нас будет отдельный семинар. Я на этом не буду останавливаться, не буду рассказывать про все подделки, про качество и так далее. То есть мы пользуемся продукцией своего интернет-магазина, которую берем со скидкой 20%, а то и более. И компания «Рифлэйм» за это нам еще и будет платить. Следующий пункт, что нам необходимо ежедневно делать – посещать. Посещать все обучающие семинары. Посещать, проводить, уделять внимание разработке и улучшению системы обучения и так далее. То есть для начала просто посещать. Следующий момент – приглашаем. То есть мы рассказываем всем своим знакомым, всем друзьям, родственникам, всем людям в интернете, то есть просто всем людям, рассказываем про возможности бизнеса, про возможности компании «Рифлэйм». Как можно экономить, как можно зарабатывать, как можно путешествовать и так далее. То есть про все возможности компании «Рифлэйм» мы рассказываем. То есть приглашаем людей в нашу команду. И вот, совершая все три P, все три данных условия, мы будем расти с вами. Стоит исключить одно условие, все, рост уже даже не замедлится, а просто застопрится и пойдет в обратную сторону. Исключаем потребление. Как мы будем людям рассказывать о всех возможностях, допустим, продукта, если мы сами не пользовались данным продуктом? Посещаем, как мы можем чему-то людей научить, если сами не проходим обучение. Приглашаем, кого мы будем обучать, кому мы будем рассказывать, если в нашей команде один единственный человек, это только мы. То есть все три пункта нам необходимо ежедневно совершать. Потреблять, посещать, приглашать. Три P. Следующий момент. Зачем нам необходимо организовывать товарооборот? Как и любая компания, компания Reflame платит деньги за создание группового товарооборота. То есть чем больше товарооборот у компании, тем, соответственно, больше зарплата будет ее партнеру. Как и в любой другой компании, чем на большую сумму компания совершит товарооборот в год, тем, соответственно, больше у компании будет прибыль, будет выручка, соответственно, будет больше зарплата у ее партнеров. Соответственно, и если брать, рассматривать не компанию в целом, а, например, нашу команду. То есть вас, вашу команду. Чем больше товарооборот создадите вы, тем больше, соответственно, компания Reflame заплатит вам денег. Поэтому мы с вами будем строить систему, команду, которая будет создавать товарооборот, организовывать товарооборот. Увеличение товарооборота у нас зависит от перволичного товарооборота и рекрутинга. То есть потребляем сами продукцию, пользуемся самим продукцией. Ведь глупо было бы, например, покупать продукцию, например, хлебобулочную, имея свой магазин, где продаем сами хлеб. Покупать ее где-нибудь на стороне у другого продавца. Также и здесь мы являемся владельцами филиалов интернет-магазинов и пользуемся своей продукцией. Второй пункт, как увеличить товарооборот, это рекрутинг. Ежедневно, посредством всевозможных методов рекрутирования, будь то онлайн, теплый рынок, холодный рынок, о которых вы вчера узнали, мы ищем новых и новых партнеров в свою команду. И чем больше людей будет в нашей команде, тем, соответственно, большее количество людей будет чистить зубы, умываться, купаться продукцией компании Reflame. Тем большее количество людей будет вас дублицировать, приглашать в бизнес, еще новых и новых людей. Соответственно, ваш товарооборот, вашей команды будет расти в арифметической, геометрической прогрессии. Соответственно, и ваша зарплата будет расти. У кого какие вопросы будут возникать, пожалуйста, сразу задавайте. Тема очень важная, маркетинг-план компании Reflame. То есть, важно разобраться, за что же компания Reflame платит нам деньги. Для того, чтобы уже знать, какие действия нам совершать, к чему стремиться, на какую зарплату рассчитывать. Итак, построение структуры. В данном случае очень важен момент построения структуры в компании Reflame. Есть два варианта, как строить структуру. Вот вариант слева, мы называем его морковкой. И вариант справа, хотел сказать солнышком, ну, можно сказать солнышко-ромашкой. Сейчас разберем оба варианта с вами, плюсы и минусы этих вариантов. Давайте начнем с морковки. С того метода, которым мы с вами и пользуемся в нашей повседневной работе. Мы с вами так людей регистрируем морковкой. Регистрируя человека под другого человека, и так каждый раз новый партнер приходит к вам в команду, вы регистрируете его уже под действующего, под имеющегося. Тем самым вы стимулируете вашу команду. То есть в команде, например, Васи, сейчас я буду рисовать, в команде Васи, например, появился у нас Миша, Коля, Гена, Костя. То есть в его команде уже, включая его, пять человек. Рассмотрим ситуацию другую. Например, под Колю зарегистрировали Гену и Костю. Соответственно, в команде Коля уже три человека. Соответственно, у Коля товарооборот уже команды будет больше. Колю это будет стимулировать к дальнейшим действиям, к росту. И, соответственно, он быстрее будет расти по лестнице успеха. По тем ступенькам, которые мы с вами видим на лестнице успеха, которые дают нам большую зарплату. То есть в данном случае у нас стимулируется к росту вся команда. Второй случай – ромашка. Вы зарегистрировали в команду, допустим, десять человек. И всех зарегистрировали только под себя. В данном случае люди у вас никак не заинтересованы в дальнейшем росте. Они не видят той мотивации, которую видят у нас люди по сравнению с первым случаем, с морковкой. И будут более медленно развиваться. То есть в данном случае выгоду получаете только вы, ваша команда, все малоактивные такие партнеры. Нас такой вариант не устраивает. Нам необходимо помогать другим людям. Чем большим людям мы поможем выйти как минимум на уровень директора, соответственно, тем больше будет наша зарплата. Помогая другим, мы помогаем себе. Как мы говорим, такой девиз в нашем проекте. Поэтому мы используем первый метод – метод морковки. Всем понятен смысл, что такое морковка, как мы строим структуру, и ромашка. Плюсы и минусы. В морковке выигрывают все, замотивированы все. В ромашке, солнышком, регистрации, замотивирован только один единственный человек – вы. То есть дальнейший рост в варианте построения солнышком, ромашкой уже затруднителен. Итак, теперь поговорим о товарообороте. Из чего же он складывается и как рассчитывается. Но в первую очередь я хочу рассказать о том, что в компании Reflame есть внутренняя валюта – бонусный балл. Вы уже знаете, что компания Reflame ведет свою работу в 62 странах мира. В каждой стране имеется своя национальная валюта. Допустим, в нашей команде имеется 13 стран мира. Например, такие как Казахстан со своей валютой Тенге, Украина с гривнами, Молдова. Не помню, как у них называются лиры, что ли. Не помню, уже не так важно. Нам важно, что у всех есть внутренняя валюта – бонусный балл. И компания Reflame придумала такую внутреннюю валюту – бонусные баллы. Независимо от того, в каких странах находятся ваши партнеры, зарплату вы будете получать в той валюте, в стране которой вы живете. Бонусные баллы все будут суммироваться, независимо от того, в каких странах у вас партнеры. Товарооборот будет переводиться в бонусные баллы, и бонусные баллы уже обратно пересчитаются в валюту той страны, где вы живете. Итак, вы уже видели, все уже у нас такие консультанты, партнеры. Все видели каталоги, все видели в личном кабинете электронные каталоги. И в корзине видели, что каждый продукт нам дает еще и бонусные баллы. Тут та самая внутренняя валюта. И в зависимости от стоимости продукта увеличивается уже и бонусный балл, который дает нам этот продукт. В среднем один бонусный балл равен 35-40 рублям. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Если вы заметили, аксессуары дают меньше бонусных баллов. Продукция Wellness, туалетные воды дают больше бонусных баллов. То есть будем считать, что в среднем бонусный балл равен 35 рублей. К этому мы вернемся чуть позже. Как считать зарплату. Исходя из расчета, что один бонусный балл у нас 35 рублей равен. И наша промежуточная цель организовать товарооборот на 7500 бонусных баллов. Примерно 200 тысяч рублей. Товарооборот 200-220. Вот так вот. Вы достигая данного уровня, открываете звание директора. Поддерживаете его. Подтверждаете 8 каталогов из 17. Не важно, подряд, не подряд. То есть 8 и 17. И закрываете звание директора. Тоже об этом сейчас поговорим. Итак, вернемся к нашей морковке. И теперь я воспользуюсь вашей помощью. Сейчас мы все будем считать. Кому необходимо, готовьте калькуляторы, листочки, бумажки, ручки. Сейчас мы будем считать. Например, вот возьмем нашу морковку. Ту ветку, которую мы с вами построили. Каждый из партнеров у нас совершил или не совершил заказ. Давайте теперь посчитаем. На сколько командных бонусных баллов у нас заработал Вася. Наш верхний партнер. Вася. Сколько имеет бонусных баллов командных? Какие ответы будут? Быстренько считаем. Сразу. Вон сколько ответов сразу. 0, 550, 450, 0 снова. Я говорю про командные баллы. Командные баллы у нас складываются, суммируются все личные бонусные баллы наших партнеров. И исходя из этого у нас получается командный балл равный 450 бонусных баллов у Вася. Все верно. Итак, например, у Гены. У предпоследнего нашего партнера сколько будет командных бонусных баллов? Здесь полегче будет считать. У Гены. Все верно. Молодцы. С арифметикой все хорошо. Сейчас мы это применим на маркетинг плане нашей компании и поймем, как строится структура, как начисляется доход, как организовывается товарооборот. 298. У Гены командный товарооборот. Итак, переходим к следующему шагу. Теперь скажите, Вася, который у нас с товарооборотом командным 450 бонусных баллов, на какой уровень выходит, достигнув такого результата, создав такой командный товарооборот? 6. Молодцы. Ну и, соответственно, остальные партнеры, которые у нас совершили те или иные действия, судя по табличке, выходят у нас, как вы все уже догадываетесь, на 3%. У них еще до 450 не хватает. У кого-то чуть-чуть, у кого-то побольше. Все они будут на 3%. Молодцы. В табличке ориентируйтесь. Теперь посмотрим другую ситуацию, когда у нас, у Васи, есть вторая ветка. Мы с вами поговорили о том, как строить нашу структуру с помощью такой вот системы, называемой «морковка». Но нам необходимо строить как минимум 2 ветки для получения наилучшего, наибольшего дохода, такого оптимального дохода. Первую ветку мы построим с вами быстро, примерно до уровня 6-9%, пока не найдем там активных наших партнеров. То есть мы строим с вами автономную ветку, в которой мы будем с вами уверены, что она будет дальше расти, дублицировать себя. И мы уже смело берем растить себе следующую ветку, для того, чтобы получить уже оптимальный доход. Молодцы, уже проработали всю команду, узнали, кто там премьеровцы, кто молодцы. Отлично. Итак, наш Вася начинает строить вторую ветку. И вот видим такую у нас ситуацию. У Васи две ветки. Он у нас выходит на уровень 6% с товарооборотом, 760 бонусных баллов. И в свое время он ничего не получает, так как для получения зарплаты в компании Reflame нам необходимо совершать личный заказ на 150 баллов. Это одно единственное условие в компании Reflame для получения зарплаты. Независимо от того, на каком уровне вы будете находиться, консультант 6%, менеджер 9%, директор и выше, вы будете все равны перед условием получения зарплаты. Личный заказ на 150 баллов и более. Да, Вася выплат у нас не получится из-за того, что он пока не активный. Не активный может быть по уровню получения, точнее по уровню, например, личного потребления. Может быть он очень активный по построению структуры, но личное потребление пока его не интересует. Итак, здесь также видим, на какой уровень выходят у нас все партнеры. Допустим, сейчас мы будем нарисовать. Возьму карандаш. Допустим, Гена, совершая заказ на 10 баллов, у нас находится на первой ступеньке, даже не ступеньке, 0%. Коля, совершая личный заказ на 150 баллов и имея 10 баллов, Гены, групповые 160, выходит у нас на ступеньку 3%. И так далее. Теперь посмотрим другой вариант, когда у нас Вася совершает личный заказ на 150 баллов. И сейчас самое интересное для многих, как же начисляется доход в компании Арифлейм, как он считается. Вася у нас молодец, совершил личный заказ на 150 баллов, построил небольшую такую структуру активных партнеров, которая суммарно набирает товарооборот 910 бонусных баллов. То есть Вася выходит у нас на уровень 9%. Давайте теперь считать. Какой доход Вася у нас получит с такой структуры? Ну, во-первых, он получит доход с первой ветки, с ветки Миши, с ветки второй Лены. И получит доход за свой личный товарооборот, за свой заказ. Все согласны с этим? Сейчас мы посмотрим, как у нас рассчитывается доход. Двигаемся дальше и теперь будем считать с вами. Как я уже и говорил, 1 балл мы примерно будем считать сегодня, равный 35 рублям. Мы берем с вами нашего Мишу с его товарооборотом 450 бонусных баллов и умножаем на 35 рублей. То есть мы сейчас выясняем товарооборот ветки Миши в рублях. Какой процент от этой ветки получит у нас Вася? Напишите, пожалуйста. Вася у нас на уровне 9%, Миша у нас на уровне 6%. Какой процент получает Вася с ветки Миши? Кто знает, пишите. И в дальнейшем сейчас мы с вами разберем более подробно. Так, 3%. Такие варианты еще будут. Важно, чтобы вы сейчас все проработали это. Чтобы все подумали. Ну? Кто как еще думает? 3. Хорошо. И вы все совершенно правы. Мы берем процент нашего Вася, то есть ваш процент, мой процент, неважно какого человека мы на текущий момент рассматриваем. И вычитаем из его уровня уровень ниже стоящих партнеров. И с данной ветки, с ветки Миши мы получим 9-6, то есть 3%. Давайте посчитаем сколько это у нас выйдет. Итак, 450 бонусных баллов товарооборот ветки Миши умножаем на 35 рублей, чтобы в денежный эквивалент перевести. Получаем 15750 рублей. И умножаем на 3% на тот уровень, который получает Вася с ветки Миши. Со своей первой ветки, то есть 3%. Получаем 472 рубля 50 копеек. Вася получает за товарооборот ветки Миши. Можете взять калькулятор, проверить все. Но я могу вам сказать, что данные расчеты мы сейчас с вами все просмотрим и изучим, чтобы вы все понимали, как же нам начисляется наша зарплата. Данные расчеты производить ежекаталожно, ежемесячно совершенно не нужно. Компьютер компании Арифлейм, наш центральный сервер, все автоматически рассчитывает и в зависимости от изменения вашего уровня, уровня ваших партнеров, товарооборота, то есть все в реальном времени рассчитывается и сразу же ваша потенциальная зарплата, если вы совершаете 150 баллов, у вас уже изменяется в личном кабинете или в информационном листе. Итак, рассмотрим вторую ветку, ветку Лены. Суммарно у Лены групповой товарооборот составил 210 бонусных баллов. Также переводим в денежный эквивалент, умножая на 35 рублей баллы. И в данном случае напишите, пожалуйста, какой процент получит у нас Вася с ветки Лены. Здесь я уже больше ничего не говорю, вы сами смотрите на схему и отвечаете. Какой процент получит у нас Вася с ветки Лены? Так, какие варианты? Все верно, 6%. Аналогично то же самое действие совершаем, вычитаем из уровня нашего лидера, нашего Вася, уровень его, да, все верно, уровень его партнера Лены. И получаем, что Вася получит с ветки Лены 6%. Аналогично высчитываем и получаем 441 рубль получит Вася с ветки Лены. Теперь еще самое интересное. Что у нас получит Вася за совершение личного заказа 150 бонусных баллов? Сколько получит Вася со своего личного товарооборота? Давайте сейчас не сколько в деньгах, а сколько в процентах, например. Давайте ответить, сколько у нас получит Вася в процентах. За совершение. Нет, мы сейчас не рассматриваем скидку 20%. Мы сейчас только рассматриваем объемную скидку за создание группового товарооборота. Вася за свой личный заказ в 150 баллов на уровне менеджера 9% получает столько-то процентов. Итак, ответ. Ни одного ответа я еще верного не видел. Например, кто сейчас пишет 32%, но я все понимаю. Да, Вася у нас получает дополнительно такие проценты. Александра Давыдова 18%. Откуда 18%? Те люди, которые пишут 3%. Откуда 3%? Итак, во-первых, Вася, находясь на уровне менеджера 9% у нас получает Света. Не торопись, мы считаем в процентах. Во-первых, Вася, находясь на уровне менеджера 9% получает дополнительно 9% от своего личного товарооборота. Понятно, почему 9%? Потому что он находится на 9%. И скидка... Так, нет. Непонятно или что-то... Ну, смотрите. У нас... Мы сейчас считаем скидку... Почему? Непонятно почему. Вася находится у нас на уровне 9%. 150 баллов, которые он совершает, это личный товарооборот. Он же идет в групповой товарооборот. Данный товарооборот у нас уже не считается ни в ветке Миши, ни в первую ветку, ни в ветку Лены. То есть в данном случае у нас больше веток нету. Поэтому мы считаем уровень 9% минус 0% отсутствия веток. Остается у нас 9%. Соответственно, на каком уровне у нас наш лидер находится, такой процент у него рассчитывается из-за его личного товарооборота. Если Вася у нас совершит товарооборот на 200 баллов, все равно 9% рассчитывается у него к зарплате от личного товарооборота. Да, если у него личный товарооборот будет 1000 баллов, то он получит 9% дополнительно к объемной скидке за личный товарооборот. Все верно. Вы меня удивляете. Надо больше, значит, проводить семинары по маркетинг-плану, как у нас рассчитывается зарплата. Итак, хорошо, посчитали. 9% у нас Вася получает за личный товарооборот. Все верно, Олеся говорит. Плюс 10% за участие в премьер-клубе. 10% у нас берется с заказа, с совершенного заказа, то есть с личного товарооборота. И давайте посчитаем. Итак, как мы с вами уже говорили, 10% за премьер-клуб от личного товарооборота на 150 баллов, примерно 525 рублей. И 9% объемная скидка на уровне менеджера 9% за личный товарооборот. 472 рубля 50 копеек. Итак, считаем, сколько всего получает у нас Вася. За 3 недели работы наш Вася, выходя на уровень менеджера 9%, получает 1911 рублей. В данном случае у него суммируются две ветки. Товарооборот обеих веток Миши, Лена, мы уже научились считать. И личный товарооборот Вася. То есть, насколько он совершил заказ. В данном случае, находясь, да, все очень потрясающе, очень здорово, когда за нас все считает компания. Но в этом необходимо все равно разобраться, чтобы вы могли знать, как же у нас рассчитывается зарплата. Еще раз говорю, нам не нужно будет все потом с калькулятором сидеть и высчитывать, кому сколько заплатить. За нас все это делает компания. Но, опять же, задаст вам человек, ваш новичок вопрос, а как начисляется доход? Вы же не скажете, а я не знаю, компания Арифлейм сама все считает. Нет, такой ответ не принимается. Вы подробно рассказываете ему, как строится структура, с какого товарооборота какой процент возвращается в виде объемной скидки компании Арифлейм. И все подробно ему рассказываете. Итак, наш Вася молодец, заработал за три недели почти 2000 рублей. Теперь посмотрим другую ситуацию. Наш Вася еще больше молодец, и он вырос на уровень менеджера 18%. То есть, сейчас у него также две ветки. Так, Маша уже. Хорошо, пускай будет Маша. Маша и Лена. Из них Маша вышла у нас на уровень 12% с товарооборотом команды, 2100 бонусных баллов. И Лена вышла на уровень менеджера 12% с товарооборотом 2800 бонусных баллов. Вася у нас также совершает личный заказ 150 баллов. В данном случае суммируются все товарообороты Маши, Лены и Васи. Итого у Васи групповой товарооборот составляет 5050 бонусных баллов. Итак, давайте посчитаем здесь, сколько у нас будет получать Вася. Какую зарплату. Итак, аналогично, считая уровень Васи, вычитаем уровень Маши. И с ветки Маши получается Вася у нас получит 6%. Товарооборот. Сейчас я возьму маркер. Товарооборот ветки Маши умножаем на ту разницу между уровнем Васи и Маши, 6%. И получаем 4410 рублей получит Вася с ветки Маши за созданный товарооборот. С ветки Лены аналогично. 18 минус 12. И товарооборот умножаем на 6%. Получаем 5880 рублей. У Васи уже в данном случае, так как он на уровне 18%, его личный товарооборот будет умножаться у нас не на 9%. Почему не рисуется, не пойму. Не на 9%, а на 18% при подсчете объемной скидки. Итого наш Вася, будучи менеджером 18%, за 3 недели работы получает без малого 12 тысяч рублей. Согласитесь, уже более-менее такие хорошие деньги. Если перевести на привычное месячное исчисление, то 12 разделим на 3 недели, 4 тысячи, и умножаем на 4 недели в месяц. Итого уже в месяц примерно 16 тысяч рублей получит наш Вася. Уже вот такие приятные деньги, на которые можно чуть-чуть пожить. Всем понятно, как считается в данном случае. Все аналогично, как и в первом случае. Только здесь уже уровень побольше. Да, уже хорошая зарплата. Даже и для нашего города, для Саратова, это уже выходит на уровень средней зарплаты по Саратову. Порядка 15-18 тысяч рублей средняя зарплата по Саратову. Молодцы, что все понимаете. Двигаемся дальше. И дальше у нас по нарастающей будет все постепенно увеличиваться, увеличиваться. И плавно перейдем к уже верхушке нашей лестницы успеха. Я постоянно смотрю на лестницу успеха. Очень мне нравится, очень манят, особенно верхушка. Бриллиантовая и президентская команда. Давайте теперь посмотрим на Васю, у которого в команде имеется Маша на уровне 18%, то есть на аналогичном уровне. И есть ветка Лены. Маленькая веточка на уровне менеджера 3%. Да, тут Вася немного подкачал. Можно сказать и так. А можно сказать по-другому, что Вася очень помог Маше быстрее выйти на данный уровень, быстрее построить свою ветку. И сейчас все силы бросил на построение второй ветки. То есть здесь уже ситуация чуть-чуть другая. Но в принципе мы сейчас рассмотрим, сколько у нас получит Вася в данном случае. Итак, Светке, Маше, сколько Вася у нас получит денег? Скажите мне, пожалуйста. Жду ваших ответов. Не продолжаю семинар, пока вы не напишите. Какие еще варианты? Совершенно верно. Аналогично, применяя арифметическое действие вычитания, мы вычитаем из уровня Вася уровень его нижестоящего партнера Маши, 18 минус 18, получаем 0. То есть Вася с Машей у нас ничего не получает. Так, а... Вот он, перелеснулся почему-то. Вася у нас с ветки Маши ничего не получает. Аналогично, вычитаем уровень Вася, из уровня Вася уровень Лены, получаем 15% разницу. И от товара оборота Лены Вася получит 15%, то есть 2100 рублей. Плюс личный товарооборот и того 3570 рублей. Нет, Маша не отожрала. Здесь нужно мыслить в позитивном ключе. Нам выгодно помогать своим партнерам. Чем большим партнерам мы поможем выйти на более высокий доход, тем, соответственно, выше и наш уровень. В данном случае Васе необходимо плотно поработать над второй веткой, и он в скором времени выйдет тогда на уровень уже старшего менеджера 22%. Согласитесь? Но все равно, да, вы совершенно правы. Нужно строить ветки примерно одинаковые. Итак, двигаемся дальше. Следующий, четвертый вариант. У Васи у нас 4 ветки. И аналогично. Вася у нас менеджер 18%. Имеет ветки Машу 15%. Лену 12%. И вторую Лену, две Лены вот у нас получилось. Консультант 3%. Неправильно даже написал менеджер 3%. Извиняюсь. Итого, в данном случае, имея отрыв от всех наших нежестоящих партнеров, Вася получит 10500. К чему я говорю, к чему привел такой пример. Нам необходимо всегда контролировать, чтобы от наших нежестоящих партнеров у нас был отрыв для получения наибольшей, наилучшей зарплаты. Две ветки у Вас, значит, у Вас должен быть как минимум в 1% уровень отрыв. Три ветки и больше, соответственно, у Вас будет уже 2-3% уровня отрыв. Соответственно, Ваша зарплата будет больше. Поэтому очень важно строить равномерно свою структуру. Довели до уровня, например, ветку 9%, нашлись там активные партнеры, ключевые консультанты, Ваши партнеры. Все, Вы развиваете следующую ветку. То есть работаете уже над шириной Вашей структуры. В данном случае все, надеюсь, понятно. Следующий вариант рассмотрим, когда у нас Вася наконец-таки выходит на уровень 22%. Я специально все с самого начала досконально прорабатываю, показываю Вам. С самого начала с уровня Вася 6-9% как начисляется зарплата и заканчивая сейчас уже верхушкой нашей лестницы успеха, мы сейчас быстренько все это посчитаем и увидим выгоды. Вася у нас вышел на уровень 22% с тремя ветками 18, 15 и 6%. В данном случае групповой товарооборот составляет 7500 бонусных баллов и выше. То есть от 7500 бонусных баллов вы становитесь старшим менеджером и открываете звание директор. В данном случае звание директор вам присваивается при подтверждении 8 каталогов из 17 уровня старшего менеджера. То есть 8 каталогов из 17 в течение года у вас необходимо должно быть по команде 7500 бонусных баллов и более. Тогда вам присваивается звание директора. Вам компания Reflame вручает премию 1000 долларов. То есть это первая долларовая премия компании Reflame независимо от того какой сегодня у нас курс доллара 60, 70, 80 рублей вам компания Reflame выплатит данную премию на день выплаты исходя из этого курса. То есть если будет у вас обычная зарплата по пятницам, если будет у нас в пятницу в день выплаты зарплаты доллар 100 рублей, а в четверг было 80, то по курсу в пятницу по самому лучшему компания Reflame выплатит вам данную премию. И ваше первое путешествие банкет директоров. Банкет директоров в Москве, в гостином дворе, в Олимпийском, в ДНХ. Каждый раз банкеты директоров у нас проходят в потрясающих заведениях, местах нашей столицы, где собираются порядка четырех тысяч активных лидеров со всей России. То есть банкет директоров проходит для страны, где проводятся. Вам предоставляется билет на два лица, на две персоны, и где-то с пяти, и как показывает практика до часу, до двух ночи, компания Реклэйм будет вас развлекать, честовать вас, вызывать на сцену, вручать чеки, будете общаться с руководством, фотографироваться, танцевать, и все это под аккомпанемент звезд шоу-бизнеса российской и зарубежной эстрады. Вот так вот компания Реклэйм балует своих активных партнеров. Следующий у нас уровень, когда у Васи в команде одна ветка выходит у нас на уровень 22%, то есть один из партнеров Вася становится директором. В данном случае Вася у нас становится старшим директором, но при условии. При условии, если его персональная группа, за исключением той ветки которая стала директором, товарооборот этой персональной группы составляет от 3000 бонусных баллов и выше. Если у нас Вася наберет товарооборот команды не считая той ветки 2900 бонусных баллов, то соответственно он не старший директор, он просто директор. Если свыше 3000 бонусных баллов, то все, наш Вася старший директор. Поздравляем его с получением еще одной премии полторы тысячи долларов, снова банкет директоров, снова участвование на сцене, поздравления, банкет и так далее. То есть за каждое новое достигнутое звание нашего Вася компания будет приглашать на банкет директоров, как минимум на банкет директоров. В данном случае все понятно. То есть если у нас один партнер вышел на уровень директора, то нам необходимо уже персональную группу растить на 3000 бонусных баллов и выше. Опять же, если равномерно, как мы видели из слайда ранее, если мы равномерно будем строить структуру, то вот эта ветка у нас выходит на уровень директора, то есть 7500 бонусных баллов отсоединяется, то здесь одна только вот эта ветка, менеджер 15%, это товар оборот 3000 баллов и выше. То есть одна ветка нам уже дает возможность заработать звание старшего директора. Две еще больше. То есть в данном построении структуры все совершенно верно было сделано. Двигаемся дальше. Мы сейчас смотрели, как Вася стал у нас старшим директором. Как раз дополнительно к своей зарплате компания Reflame будет платить Вася 5% от товарооборота его ветки, которая у него отсоединилась. Это тот самый пассивный доход, та самая квартира, купленная и сданная в аренду, та самая пенсия, которую вам выплачивает компания Reflame от 10-12 тысяч рублей и больше. Ежекто ложно компания Reflame вам будет выплачивать. То есть вы совершили единожды работу, научили партнера, обучили его, помогли ему построить структуру и компания Reflame теперь всегда вас будет поощрять таким бонусом 5%. Двигаемся дальше. И наш Вася на следующей картинке становится золотым директором. У него опять отсоединяется еще одна группа, вторая группа уже по счету. И напоминаю, важно иметь персональную группу от 3000 баллов и выше для получения всех бонусов. В идеале 7500 бонусных баллов у нас должно быть всегда для получения максимального количества бонусных баллов. Секунду. Продолжаем. В данном случае Вася у нас получает премию 2000 долларов за достижение звания золотой директор. Получает два пригласительных билета на банкет директоров в Москву и получает приглашение на первую в его истории сотрудничества вместе с компанией Reflame международную конференцию золотую конференцию. В следующем году вы все знаете, что золотая конференция будет в честь 50-летия компании Reflame проводится на двух лайнерах два континента четыре страны и четыре города посетят новоиспеченные золотые директора целую неделю они будут плавать наслаждаться жизнью вместе с компанией Reflame и соответственно также за обе ветки вышедшие на уровень директора 7500 бонусных баллов компания Reflame выплатит нашему Васе по 5% и в данном случае уже новый процентный уровень будет получать Вася 2% новый золотой бонус 2% от товарооборота этих структур то есть зарплата Васи будет расти уже очень так приятно порядка 75-100 тысяч рублей в зависимости от построения его структуры вот такая зарплата будет у нас у Васи тоже мы посмотрим сейчас как раз на слайде на той табличке которую вы видите на экране примерный среднемесячный доход директоров обычного директора старшего золотого и так далее двигаясь по лестнице успеха мы с вами растем до уровня директора напоминаю мы вырастаем набрав товарооборота команды 7500 бонусных баллов в дальнейшем начиная с директора со старшего директора и выше мы можем вырасти по лестнице успеха помогая уже своим партнерам достичь уровня как минимум директора чем большим партнером вы поможете тем выше соответственно будет ваш уровень один директор в команде старший директор вы старший директор два партнера на уровне директора вы золотой директор три Три партнера, вы старший золотой, четыре сапфировой и так далее. Шесть бриллиантовой, двенадцать исполнительный директор. И обратите теперь внимание, насколько отличается зарплата, например, обычного директора и исполнительного директора в месяц. 35 тысяч рублей против 500 тысяч рублей. Разница, конечно же, очень существенная. Это среднемесячный доход. И напоминаю, что в зависимости от построения структуры доход может быть еще больше. О целях как раз мы сейчас чуть позже поговорим. Буквально уже, наверное, да, следующий слайд. Какая цель выйти, какая цель будет у вас. Например, для того, чтобы наш директор заработал 500 тысяч рублей, ему необходимо полтора года работать. А исполнительный директор данную сумму 500 тысяч рублей за один месяц всего лишь получает. Галь. Будучи на семинаре «Лето море Reflame», где я впервые смог пообщаться лично с таким огромным количеством бриллиантовых директоров и исполнительных директоров, я, конечно, был шокирован тем мировоззрением тех людей. То есть они совсем уже по-другому мыслят. Когда они получают зарплату несколько сотен, порядка полумиллиона рублей только в месяц, люди уже, конечно же, думают, считают, работают, отдыхают совершенно по-другому. Так, ну, Аня, нос не вешаем. У каждого своя скорость. Кто-то делает уровень директора за три дня, за три недели, за три каталога, кто-то за год. У каждого своя скорость. Используйте те инструменты, тот опыт быстрорастущих лидеров, применяйте в своей деятельности, и вы покажете свой результат. Не нужно расстраиваться, если вы выйдете на уровень директора не за три каталога, а за шесть каталогов, или за девять, за десять. Нужно быть готовым, что данный результат – это не быстрый результат. Это активная работа. И самая активная работа у вас будет в самом начале, в самом начале вашего присоединения в команду, когда вы будете искать своих первых активных партнеров. Как только вы найдете первых своих партнеров, как вы идете на уровень менеджер 9, 12, 15%, тогда ваш рост будет еще быстрее, еще интереснее, и работа будет казаться уже очень легкой, потому что в вашей команде будут новые активные партнеры. Люди, которые возьмут на себя часть обязанностей, которые будут полностью вас дублицировать, которые будут также стремиться расти по лестнице успеха, вместе с вами путешествовать захотят, развиваться, получать премии, признание на сцене и так далее. То есть вы вместе будете уже вдвойне, втройне, в десять раз быстрее расти по лестнице успеха. Да, все верно. Все верно, Галина. Самое важное – это старт. Как вы его проведете, так и вся ваша карьера в дальнейшем сразу будет понятна. Молодец, Аня. И присутствие на данной бизнес-школе уже подтверждает то, что ты стараешься. Итак, двигаемся дальше и плавно переходим к нашему домашнему заданию. Я надеюсь, маркетинг-план компании Reflame вам понятен. Если остались какие вопросы, то самое время, чтобы сейчас их задать, чтобы мы в случае чего вернулись к слайдам и подробно, повторно все разъяснили. То есть ваша задача – помогать вашим партнерам выйти на уровень директора. Чем большим партнерам вы поможете, тем больше ваш уровень по лестнице успеха. И, например, последняя ступенька – бриллиантовый президент, за которую компания Reflame выплачивает премию 1 миллион долларов. Только премия, единоразовая премия, составляет 1 миллион долларов. Представьте, 70 миллионов рублей – премия за достижение такого уровня. Зарплата на данном уровне уже свыше миллиона рублей в месяц. Представьте себе, свыше миллиона рублей в месяц зарплата на уровне исполнения бриллиантового президента. Много. Для многих данная цифра будет такой фантастической, шокирующей. Но это правда. Компания Reflame платит нам за созданный товарооборот. Создадите товарооборот на 10 тысяч – получите с этого товарооборота. Создадите на 10 миллионов – получите свой процент с товарооборота на 10 миллионов. Например, на семинаре как раз узнали, у Владимира Полежаева, Владимира и Тамилы, их семья номер один в мире, лидеры компании Reflame, их семейный товарооборот, уже Владимир и Маргарита, их семейный товарооборот составляет свыше половины товарооборота компании Reflame по всему миру. То есть, если в прошлом году товарооборот компании Reflame составил 1,5 миллиарда евро за год, то товарооборот компании семьи Владимира и Маргариты Полежаевых составил 800 миллионов евро. А теперь посчитайте примерно 10% от данного товарооборота их зарплата. Круто? За год такую зарплату иметь. Круто. Поэтому есть к чему стремиться. И первое наше домашнее задание. Вы пишете список ваших мечт. То, что вы хотите осуществить в ближайший год. Например, купить автомобиль, купить квартиру, съездить в путешествие 1, 2 или 3 раза, в зависимости от того, насколько активно вы хотите жить, купить какую-либо технику, подарки своим близким, своей семье. У кого-то будут мечты скромнее, у кого-то больше, объемнее, дорогостоящие. Все считаем, все ваши мечты и цели на ближайший год, то, что вы хотите осуществить за год. И делим на 12. Получившуюся сумму делим на 12. То есть на 12 месяцев. Данное задание у нас будет еще продублировано на сайте нашей бизнес-школе на втором уроке. Но я сейчас вам подробно все это расскажу в дальнейшем, но вы уже посчитайте сами. Получаем сумму, допустим, 9 миллионов за год. Если вы, конечно, хотите шикарный Mercedes E-класса, трехкомнатную квартиру, путешествовать по всему миру далеко и красиво. Получили 9 миллионов рублей за год. Делим на 12. Получаем примерно 800 тысяч рублей. У кого-то будут цели попроще. Кто-то захочет сделать ремонт, купить телевизор, купить новую одежду, отправить сына в институт и так далее. То есть мы берем нашу сумму, полученную уже, результат, который мы разделили на 12, и составляем с нашей табличкой, со среднемесячным доходом наших директоров. Каким директором вы хотите стать? Какой уровень вам необходимо срочно открывать для того, чтобы исполнить все свои мечты? Поняли, про что идет речь? То есть, если ваша цель, как мы сейчас говорили, 9 миллионов рублей, то ваш потенциальный уровень, который необходимо достигнуть, это президент. Это уже следующая ступенька после исполнительной команды президент. В данном случае ваш доход будет порядка 9-10 миллионов рублей за год. Если ваши цели чуть-чуть поменьше, сравнивайте по этой табличке и выясняйте, на какой уровень вам нужно выйти для того, чтобы осуществить свои ближайшие цели, свои мечты. Да, все это вы увидите в задании. И, конечно же, главное, основное задание – читаем план успеха компании Reflame. У кого он есть в бумажном виде, читаем в бумажном. У кого нет, читаем в электронном. Также в школе на втором уроке у нас будет возможность скачать данное издание, данную книгу и читать. Здесь уже никакой скорости мы не ставим. То есть, нам важно, чтобы вы поняли, в чем смысл работы в компании Reflame. За что компания Reflame платит деньги и какие деньги. Здесь вы медленно, со смыслом все читаете. И очень приятно сравнивать чтение книги со своей структурой. Да, все верно. Моя лежит у меня на диване. Я сейчас временно перебрался за Лили на рабочее место. Она всегда тоже у меня под рукой. Это наша настольная книга. И могу сказать, что я ее уже прочитал несколько раз. Стоит выйти на новый уровень, как сразу хочется снова прочитать, посмотреть, к чему дальше стремиться. И все ли верно я делаю. Итак, друзья. Спасибо большое за внимание. Я так понимаю, что вопросов больше не осталось по маркетинг-плану. Я надеюсь, что сегодняшний семинар был для вас очень полезен. Вы узнали. Я видел, что вы узнали большое количество новой информации. Научились считать, проводить расчеты своей потенциальной зарплаты, своей объемной скидки, которую компания Reflame рада выплачивать всем. Всем до одного. Все зависит только от вас. Итак, рассылку сейчас проведем по всем партнерам, которые у нас были в комнате. Спасибо большое. Всем успехов. Пока-пока. 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 Продолжение следует...